А вот уже современный Мышкин, какое-то здание, то ли трактир, то ли гостиница, но тут написано Мышкины палаты, наверное, тоже какая-то одна из гостиниц современных, интересных, здесь какие-то ряженые бегают рядом, ходят. Колокольный звон, жизнь продолжается. Вот вид на Волгу с высокого берега. А здесь на этой улице находятся очень интересные дома, старые постройки, деревянные дома, большие, в которых жили разные люди, а в разные пути, в разные времена. Вот в этом доме находился вокзал, как в Шереметьево, почему-то так вот написано. И здесь сюда приходила ускоколейная железная дорога, идущая из охотских лесов. Так что этот дом был когда-то вокзалом, и в городе, если даже сейчас нет железной дороги, когда-то она была, хотя и ускоколейная. Вот в этом доме жили священники, вот табличка про это есть, памятный знак. От этой улицы открывается прекрасный взгляд на Волгу, это так называемый высокий берег Мышкина. Вот мы сейчас выйдем, посмотрим на волжские просторы, которые видны с этой точки. Тут идет постоянно обрушение берега, для безопасности огорожено оградой, уже и ограду кое-где начинает обваливаться. Здесь еще пока можно находиться, вот просторы, волжские просторы. Вот виден пирс, где стоят корабли, вот небольшой парк, где молодежь местная встречается вечерами за израспитием легких спиртных напитков и наблюдением за Волгой. Все здесь ничего, только очень комары свирепые, поэтому если мы еще раз сюда поедем, а мы наверняка поедем, мы обязательно запасемся антикомариными средствами. А вот древняя мощеная дорога, сейчас эта улица, возможно, когда-то это был трактом, через Мышкин проходил какой-нибудь оживленный путь, вот такая вот из грубого камня, нетесанного, кем-то была выложена дорога, по которой что-то возили, ходили люди, ездили телеги. Город жил и продолжает жить наше время, хотя с натяжкой можно назвать это городом, но мышкинцы настаивают на том, что это город, и нам тоже нравится город Мышкин. Верхний и Волга, лето 2010 года. Мы еще раз сюда обязательно вернемся и советуем всем бывать здесь. Дом купцов Свежниковых. В нем еще до революции горел электрический свет. Будем брать рыбку? Чихонько. Холодого, вообще, и чихонько. Давай я завернусь, все суперпрофессионально. Все веселее. Все, все. Все, все. Вот такие по 30, такие по 50, по 100. Берите, давай, вот так все. Давай, давай, берем, берем. Давай, берем. Стерлядка, пальцем надо. Стерлядка, вот такая вот 500, такие по 400. Вот украиня, все рядом. Стерлядка, она поможет. Легко и просто. Во-первых, это музыка успокаивающая. Такая реакциация идет. Во-вторых, полезно на тройка пачек идет. Во-вторых, для легких полезных. Во-вторых, во-вторых, даже можно бросить курить, кстати. Кто курит. Так, если выходить на балкон каждый, там, с утра на работу пошел, посвистел на балкончике. И настроился. И на этот день. И вот, с работы пришел, посвистел. Вот, там кто-то есть? Правильно, правильно. Я в том году на передачу Малахва Плюс ездил с этими игрушками. На взлет пошел. Вот. Он даже сам сказал, полезно свистеть, особенно для детей. Вот. Ну вот, мы и прощаемся с гостеприимным Мышкиным. Нам нужно ехать домой, завтра на работу. Город очень понравился. Мы купили интересные пищи на рыночке. Вот, сейчас отчалит теплоход Бородино и пойдет вниз по реке. И мы тоже отчалим, заберем свою машину и поедем уже в сторону Деленограда, домой. Вот под этим дубом мы говорим Мышкину до свидания и хотим вернуться к нему вновь. И якобы под этим дубом эта самая Мышка и разбудила этого самого князя, которого хотела укусить змея. Прекрасные легенды о счастливых избавлениях, о счастливых окончаниях. Теплоход отходит и мы тоже отходим из города. Ну вот, теплоход отчаливает, продолжает свое движение по реке. А мы пойдем заведем свой автомобиль и начнем движение к дому. Спасибо Мышкину за эти прекрасные два дня. Все было очень здорово, интересно. И мы обязательно постараемся вернуться сюда еще раз. А, ну вот, мы едем, возвращаемся домой и тут по пути, проезжая Дмитров, увидели очень интересное явление. Воздушный шар парит над землей, покоряет пространство. И подумали о том, что было бы неплохо, нам возможно даже и слетать на нем. Но сначала надо убедиться, что корзинка сделана как следует. Имеется в виду то место, где сидят люди. Ну, в принципе, забавное такое мероприятие. Летит на теплом воздухе, практически в Монгольфье. Это не ругательство, а фамилия французского воздухоплавателя знаменитого. Вот, и мы сейчас хотим остановиться, поподробнее рассмотреть данное чудо, техническое чудо. А, они здесь явно стартуют с этих мест. И вот сейчас мы остановимся и внимательно на них посмотрим. Продолжение следует...